Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Отметят новоселье спустя годы ожидания. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир обманутым дольщикам. Подписали соглашение. Филиал Фонда защитники Отечества и Комитет семей воинов Отечества Самарской области теперь вместе будут разрабатывать новые меры поддержки участников спецоперации и их семей. Жара и ремонт балконов. Частые причины падения стрижат из гнезда. Как помочь птенцам вернуться в природу? Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти вручил ключи от квартир обманутым дольщикам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика. Теперь в доме номер 40 на улице Коммунистической, который был достроен благодаря поддержке правительства, будут жить 168 семей. Возводить дом начали еще 13 лет назад. В 2015 году стройка замерла. Спустя 4 года дом был включен в реестр проблемных. После подписания соглашения по завершению строительства проблемных объектов региона между губернатором и Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства, дело сдвинулось с мертвой точки. Гражданам, которые оказались в ситуации двойной продажи квартир, были выплачены денежные компенсации. Было принято решение о достройке дома. Отметим, что в Самарской области с сентября 2017 года из 88 многоквартирных домов, собственники квартир в которых стали обманутыми дольщиками, проблема уже решена на 80 объектах. Свыше 6300 человек восстановили свои права. Новые площадки для подростков и тротуары с лавочками для жителей постарше. Обновленная дорога и парковочные места для автомобилистов. Во дворе домов 283 и 283А по Новосадовой проходит благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда», а также в рамках дорожного муниципального контракта. Какие работы еще предстоит сделать, расскажем в нашем сюжете. Детские спортивные площадки с антитравматическим покрытием во дворе домов номер 283 и 283А по Новосадовой уже установлены. По вечерам здесь собираются дети из соседних домов, чтобы позаниматься спортом и поиграть. При этом, как рассказывают жители, с первых дней ребята сами слезят, чтобы оборудование не портили и на площадках не мусорили. Ведь их родители составляли проект благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» специально под них. Дети помладше ходят на соседнюю площадку, а здесь более старший возраст. И потом дети очень спортивные у нас и любят заниматься и играми, и спортивными, тоже снарядными. Поэтому вот решили такой. Также в рамках муниципального контракта во дворе обновляют проезд и обустраивают новые парковочные места. Сейчас специалисты заканчивают земляные работы. Скоро приступят к установке бортового камня и укладке нового асфальта на площади около полутора тысяч квадратных метров. Из-за перепада высот между дорогой и тротуаром сделают и мягкий спуск, чтобы жителям комфортно было подходить к автомобилям и летом, и зимой. Сейчас это решение уже обсудили. Теперь этот тротуар будет продолжаться просто по прямой выходить на дорогу, соединяться с тротуаром. Там отмозка дома и завтра сход снега, там проход нежелателен. Поэтому прямая просто дорожка, она будет идти дальше прямо. Никаких прыжков, ничего не будет. Ежедневно жители контролируют, как выполняют все ремонтные работы. Если возникают вопросы, то решают их с помощью специалистов районной администрации. Если в ходе проверок выявляют замечания, то подрядчики исправляют допущенные недочеты, чтобы к окончанию работ все было выполнено по проекту и по государственным нормативам. Мы обратили внимание, здесь есть вещи, которые надо поправить. Пока есть время, пока подрядчики здесь, пока, как говорится, гарантийный случай. Есть у нас и по покрытию вопрос, у нас есть по пристыковке асфальта к существующей парковке. Такое бывает, это рабочий момент, подрядчики понимают, жители воспринимают это нормально. Это рабочий момент, который мы поправим. Повышать уровень комфорта городской среды, благоустраивая общественные пространства и дворы – одно из приоритетных направлений работы губернатора Дмитрия Азарова. Только в этом году в Самаре приведут в порядок более 50 дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Три из них в Октябрьском районе. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События. На улице Солнечной в Самаре на этой неделе специалисты приступили к первому этапу ремонта дороги – фрезерованию. Все работы выполняют на средства профильного нацпроекта. После снятия старого покрытия дорогу начнут готовить к укладке нового асфальтобетона. Подробнее в нашем репортаже. Улица Солнечная – один из важных маршрутов Самары. Движение здесь всегда оживленное. По сути, дорога является дублером Новосадовой. Отсюда можно добраться как до выезда из города, так и до важных социальных объектов. В прошлом году Солнечную уже обновляли. Тогда работали на участке от улицы Георгия Димитрова до Нововокзальной. В этом дорожно-строительном сезоне ремонтируют полотно от пересечения с улицей 22-го портсъезда. Сегодня выполняется работа по фрезерованию проезжей части по улице Солнечной от Нововокзальной до 22-го портсъезда. Общей площадью 23 тысячи квадратных метров. На данный момент отфрезеровали около 80 процентов. Это 17-18 тысяч квадратных метров. После фрезерования старого полотна рабочим предстоит подготовить дорогу к укладке. На Солнечной расположены порядка 70 смотровых люков и 40 дождеприемных колодцев. Их необходимо выставить на проектную высоту в один уровень с будущим новым покрытием. Также, как пояснил специалист муниципального предприятия дорожное хозяйство, люки колодцев заменят на новые – антишумные и антивандальные. Работают сейчас в соответствии с графиком. Вместе с тем учитывают погодные условия. После фрезеровки укладывать новое асфальтобетонное покрытие будут только при сухой погоде. Для обновления дорожного полотна выбрали смесь «ЩМА-16». Она хорошо себя зарекомендовала на других участках Самары, где ранее, в прошлые годы укладывали новое покрытие. За ходом ремонта следят не только специалисты профильного муниципального предприятия, но и общественники. В этом году процесс, эта вторая очередь, продолжилась. И у нас улица Солнечная будет прекрасной дорогой. Все рады, жители. Есть некоторые, конечно, которые немножко раздражены. Но мы их уговариваем, объясняем, говорим, что будете пользоваться хорошим, современным, безопасным видом дороги. Обновление дорожной инфраструктуры в Самарской области – одна из приоритетных задач губернатора Дмитрия Азарова. Всего в регионе на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году предусмотрены различные виды работ на 85 объектах протяженностью более 233 километров. В том числе в областном центре обновят 42 участка дорог местного значения. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События. В Самаре началась реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия». После окончания работ в нем будет размещаться Самарский молодежный драматический театр «Мастерская». Реконструкция идет в рамках нацпроекта «Культура». В Самарском регионе его исполнение находится на постоянном контроле губернатора Дмитрия Азарова. За ходом работ наблюдала съемочная группа событий. В Самаре началась долгожданная реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия». Сейчас рабочие демонтируют отдельные конструкции, чтобы затем построить новое. В данный момент на объекте по улице Чернореченская, 15 происходит демонтаж кровли, демонтаж внутренних перегородок, демонтаж дверей, окон, стен. Задняя стена будет полностью сноситься, будет построено новое сценическое пространство. Также по бокам здания будут строиться пристрои. Кровля также останется скатная у основного здания, а у пристроев она будет пологая. В здании будет располагаться Самарский молодежный драматический театр «Мастерская». В нем сделают просторный зрительный зал, холл и буфеты. Реконструкция ведется в рамках нацпроекта «Культура». Большое внимание развитию отрасли уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который является председателем комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению культура. Только за последние три года в Самарской области построены два и обновлены более 30 домов культуры. Модернизированы три театра. Ведется строительство здания для театра «Грань». Готовится к открытию первый в стране филиал Государственной Третьяковской галереи. Завершить реконструкцию бывшего кинотеатра планируется в декабре 2024 года. Местные жители говорят, что первыми придут на спектакли. Они рады, что здесь появляется такой очаг культуры. И тем более в этом году у нас проходило голосование за благоустройство территории на следующий год, в котором участвовала данная улица и бульвар по улице Чернореченской. И мы являемся в числе победителей. И жители с удовольствием голосовали, потому что понимали, что и бульвар новый, и новая площадка, театр – это просто подарок судьбы какой-то. В следующем году новую жизнь подарит и бульвару, который находится рядом. Эта территория заняла второе место в голосовании за благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь обновят пешеходную дорожку, установят скамейки, высадят кусты и деревья. Андрей Бессонов, Светлана Тимофеева, Николай Епифанов. События. Филиал фонда «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества Самарской области теперь вместе будут разрабатывать меры поддержки участников спецоперации и их семей. Две организации подписали соглашение о сотрудничестве. Комитет семей воинов Отечества работает уже больше полугода и набрал достаточно компетенций, поэтому свой опыт он передаст более молодой структуре, которой в июле исполнился месяц. Михаил Ермоленко подробнее. Две организации, областная и филиал федеральной структуры, теперь будут работать единым фронтом на благо военнослужащих участников спецоперации, мобилизованных самарцев. С подписания соглашения начинается плодотворная совместная работа в важный для страны период. Организациям предстоит внедрить новые меры поддержки защитников, а также улучшить имеющиеся. В частности, сейчас специалисты занимаются помощью детям, бойцов спецоперации. Для них поступление в вузы региона будет упрощено. Так, например, члены семей погибших участников СВО смогут поступить в высшие учебные заведения на льготной основе, без вступительных испытаний. И вторая большая категория – это дети семей, участников специальной военной операции. Они поступают по вступительным испытаниям, либо по результатам ЕГЭ, но по отдельной квоте. Каждый вуз дает не менее 10% бюджетных мест от отдельной квоты. Комитет семей воинов Отечества в Самарской области работает уже больше полугода. За это время специалисты обработали 1628 обращений, поступивших на горячую линию и через телеграм-канал. Опыта накоплено достаточно. Им готовы всесторонне делиться с другими, более молодыми организациями. Большинство обращений мы отрабатываем конкретно с министерствами, с фондом защитника Отечества. Такая групповая работа. К нам подключилась и военная прокуратура, и Минсоц. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова и властей Самары участникам специальной военной операции оказывают всестороннюю помощь. Продолжают работать как с семьями защитников, так и напрямую с военнослужащими. Действуют различные льготы. Так, например, дети бойцов получают бесплатное питание в детских садах и школах. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События. Жарким южным летом самарцев уже не удивишь. Средняя температура обычно в это время держится на отметке 30 градусов. Выжить в такой природной бане сложно. Кому приходится особенно тяжело и как правильно вести себя, чтобы не только чувствовать себя хорошо, но еще и плодотворно работать, выяснил наш корреспондент. Сирена пляжного спасателя предупреждает отдыхающих, что за буйки заплывать нельзя. Об этом своим сыновьям Илье и Павлу говорят родители Сергей и Анна Семешко. Семья москвичей уже больше 10 лет приезжает в отпуск в Самару. Городские пляжи и Волга – отличное место отдыха, рассказывают столичные гости. И таких пляжей, как в Самаре, мы не видели ни в одном. Ну, те города, которые посещали на Волге, они настолько чистые, большие. Были на центральных пляжах, Красноглинский, Ширяево. Загородные ездим часто, потому что здесь все-таки дышится полегче из-за деревьев и достаточно такой хороший заход в воду. Старшина спасателей Андрей Баранов следит за порядком на пляже и оказывает первую помощь утопающим или перегревшимся отдыхающим вот уже восьмое лето. Пляж у загородного парка площадью почти два футбольных поля. Оборудован по всем нормам и стандартам. Скамеечки, кабины для переодевания, туалет, мусорные баки и, конечно, спасательный пост со спецсредствами. Помогают старшине Баранову несколько помощников. Они патрулируют пляж каждые полчаса. То же самое несколько раз в день делают полицейские. Комфортный и безопасный отдых самарцам и туристам обеспечено, рассказывает спасатель. В любую погоду с 9 утра и до 10 вечера, пока работает пост спасателей. В другое время приходить на пляж не рекомендуется. Мы каждые три часа температуру воды, температуру воздуха. Спокойнее, когда нет сильного солнца, вот как сейчас. Меньше рисков теплового удара. Ни в коем случае, если бывает и на выходные после алтоголя, например, утром приходят. Это вообще, конечно, вообще не стоит. Даже охлануться и то не стоит. Оступилось там, как угодно повело и... 30-ти градусная жара особенно опасна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Артериальное давление у них падает. Ничего хорошего такая погода не принесет и людям с вегетососудистой дистонией, а также с лишним весом или с его дефицитом. Избежать кризисных ситуаций в это время можно, соблюдая простые правила. Избегать нахождения в жарких душных помещениях, нахождения на солнце, особенно в период с 11 до 17 часов. Обязательно питьевой режим. Причем надо учесть, что вода должна быть негазированная. Снижается давление еще больше. Страдает кровоснабжение головного мозга и сердца. Могут быть обмороки и так далее. По этой же причине нужно употреблять воду небольшими объемами, по 200 мл, но каждые 30-40 минут. В черном списке во время жары – кофе, крепкий чай, энергетические напитки и алкоголь, а также жирная высокобелковая пища. Осторожно надо принимать и водные процедуры. Заходить в ледяной водоем, душ или ванну запрещено категорически. Это опасно остановкой сердца. Но и головокружение, боли в груди, нарушение слуха или зрения – первые признаки беды. Если все-таки эти советы были отвергнуты и солнечные или тепловые удары случились, то нужно действовать по следующей инструкции. Перейти в тень или в хорошо вентилируемое помещение, прохладное. Обязательно употребление воды, как я уже сказала, небольшими порциями. Можно облить голову и шею водой, смочить шейно-воротниковую зону, зону декольте. Если человек уже не в состоянии оказать себе самопомощь, человеку нужно уложить в горизонтальное положение, при этом ножной и головной конец должны быть приподняты. Мероприятия те же самые. Вызываем скорую помощь, безусловно. Выходя на улицу, одежду нужно надевать свободного покроя из натуральных тканей, закрывающая по максимуму все тело. Тренировки и тяжелая физическая работа категорически запрещены с 11 до 17 часов, советуют специалисты. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События. В Самаре работают команды стрижеспасателей. Зоозащитники выхаживают птиц, которые выпадают из гнезд. Почему это происходит и как выкормить стрижат в репортаже Светланы Тимофеевой. Они очень любят, когда им вот тут чешут. Как котят. Да, 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 да. Они же даже запрокидывают голову, только не мурлыкают. Галина Шаблякова выхаживает стрижат уже несколько лет. Первую птицу подобрала в 2018 году. Женщина лечит, выкармливает. А затем, если стриж может уже самостоятельно летать, выпускает на волю. Определить, что стрижонок готов встать на крыло, несложно. Да он сам скажет, что он готов. Он охлопает крыльями, он отказывается от еды. Он может вылететь даже из таза. Мы тазы накрываем, они энергичные. А выпускаю я прямо вот на этой площадке. Вот, она достаточно большой разбег. И я уже привыкла, уже много лет выпуская именно здесь. Галина старается узнать о стрижах как можно больше. Внутренний мир птиц, куда они улетают. Говорит, что есть несколько волн стрижепада. Это прилетают толстые, красивые стрижи, гнездица. И вот начинаются бои за самком, бои за место. И вот они падают. Это первая волна. Это касается взрослых стрижей. Потом в взрослых стрижей идет вторая волна. Она самая тяжелая. Птенцы оказываются вне гнезда, когда люди начинают ремонтировать балконы. Стрижеспасатели этих птиц так и называют – балконники. Случается, что родители бросают своих птенцов, когда устают их кормить. Много птенцов выпадают из гнезд во время жары. В Самаре спасением птиц занимаются несколько команд стрижеспасов. Ирина Хадырова – одна из них. Первого стрижа домой принесла ее дочь Диана. Это было совершенно случайно. Дочь, гуляя во дворе, нашла стрижа в траве. Ну и принесла домой. Я сначала, в общем-то, не знала, что с ним делать. Я первый раз видела эту птицу настолько близко, у меня был шок. Но, к счастью, я нашла чат стрижеспасателей в Самаре. И они мне дали рекомендации на первое время, как кормить, как лечить, как ухаживать. За эту птицу мы, конечно, стали ухаживать. Назвали ее Вадим. И потом мама решила, хочу ей пару, то есть ему пару. И принесла она еще одного стрижа. Назвали Слава. Это девочка. И они очень хорошо сдружились. И вместе со Славой подарили ей вольер. И теперь они очень хорошо живут в вольере. Буквально на днях в семье появился еще один стрижонок. Ирина пошла в магазин за хлебом и в траве увидела птицу. Назвали птенца Лилит. Мама разморозила сверчков. А сверчки – это еда для стрижей. Там тараканы, сверчки, зоофобусы. Я покормила, и она приняла меня за маму. Зажалась ко мне, прижалась и заснула. Ухаживать за стрижами не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Специальный корм – это сверчки, тараканы – продаются в магазинах для животных. Стрижи спасатели всегда помогут советам. Птенцу, чтобы отправиться в самостоятельный полет, нужно 45 дней с момента, когда он вылупится из яйца. Если крылья по каким-то причинам повреждены, зоозащитники оставляют их у себя. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. По одежке встречают. Во всем мире недавно отметили День моды. О современных трендах в одежде и грамотном составлении гардероба на все случаи жизни у экспертов спросила Галина Топилина. Красота в простоте. Несложные принты, женственные формы, но яркие расцветки и смелые сочетания. Современные дизайнеры вдохновляются модной эпохой нулевых. Модные силуэты с разрезами сочетаются с классикой и традициями. Снова возвращается женственность. Оверсайз у нас отходит на второй план, так как все от него немножко подустали. Если касательно талии, то мы видим, где-то года полтора назад у нас начала входить в моду заниженная талия. И сейчас все больше и больше людей присоединяются к этому тренду. Также у нас тренд на кожу, пайетки, перья, открытое тело, различные шнуровки. Совет, который дают стилисты – не скупать все трендовые вещи сразу. Сначала нужно оценить параметры своей фигуры – психотип, цветотип и образ жизни. И сформулировать свой запрос – что я жду от образов. Мы должны обращать внимание на контрастность глаз, на цвет кожи, на цвет волос. И исходя из этих характеристик, мы подбираем себе цвета. Можно дома поэкспериментировать, взять лоскуток ткани приглушенного цвета и яркого цвета. То есть мы прикладываем к себе один цвет, смотрим, как нам, прикладываем другой цвет, как нам. После этого стилисты предлагают перебрать свой гардероб, избавиться от того, что хранится на черный день или просто жалко выбросить, и приступить к формированию базового гардероба. У нас в сознании зафиксировалось то, что базовый гардероб – это черные джинсы, светлые джинсы. В гардеробе должна быть белая футболка и так далее. Но это на самом деле совсем не так. Для каждой женщины он будет разный. Например, для одной женщины, которая, допустим, пять дней в неделю ходит в офис, два дня у нее выходных она там ходит, встречается с подругами, для нее базовый гардероб будет преимущественно состоять из костюмной группы и несколько вещей на выход. Комфорт и уют в сочетании с классикой и яркими расцветками. О своих предпочтениях в одежде рассказали жительницы Самары. Комфортный, удобный, чтобы было и ярко, и интересно, и комфортно при этом. Я предпочитаю классику. Классика – это всегда ты модный, всегда в ногу со временем идешь. То есть можно иметь базовые какие-то сантименты, базовые сорочки классические, базовые какие-то пиджаки. И ты всегда будешь выглядеть красиво. Я считаю, что главное еще, знаете что, иметь какую-то дорогую обувь, дорогую сумку и дорогую фурнитуру, это очки или бижутерии, или наши любимые бриллианты. Самой мне нравится спортшик. Я люблю более спортивные виды одежды. Люблю брюки, люблю джинсы, люблю рубашки, поло и разные такие аксессуары. В зависимости от сезона, если это лето, то это более натуральные ткани. Когда была фигура, можно было носить что-то такое облегающее, сейчас уже более свободное. Любителям натуральных тканей стилисты советуют присмотреться к синтетическим материалам. В современном мире по своим свойствам они могут составить конкуренцию натурпродукту. Текстильная промышленность не стоит на месте. Создаются и появляются все больше и больше синтетических материалов, которые дадут фору натуральным материалам. Многие натуральные материалы, такие как хлопок, лен, крапива, они заминаются при носке. В то время как современные синтетические материалы по этим характеристикам выигрывают. Но при этом они также дышат, их легче гладить и они не мнут сами по себе. Подобирая принты, стилисты обращают внимание на анималистические, флоральные, геометрические сюжеты. И, конечно, на классику, которая никогда не выходит из моды. Клетка, полоска и горох. Эти образы в стиле ретро-шик отличаются своей элегантностью и универсальностью. Однако не стоит забывать про стилизацию ретро-образов на современный лад, отмечают стилисты. Быть иконой стиля непросто. Приходится продумывать образ до мелочей, опираясь на цвет и тип своей внешности и особенности фигуры. Например, вот это платье вполне подойдет под повседневный образ. Однако, если сюда добавить яркую деталь или, например, белую рубашку, то образ уже приобретет свою изюминку. По словам стилистов, на улицах больших городов платье в горошек будет смотреться как нечто милое, давно утраченное и невероятно трогательное. Ярко-розовый, зеленый, охра, оранжевый, серый. По словам стилиста, это тренды сезона. Образ может быть монохромным или сочетать различные цвета, которые на первый взгляд могут казаться самостоятельными. Стилисты призывают не бояться, экспериментировать, но всегда во главу угла ставить свои предпочтения, а не тренды с глянцевой обложки. Галина Топилина, Константин Головин, События. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!